Этот выпуск новостей мы целиком посвятим автопарку власть имущих. А начнём с президента Франции Эммануэля Макрона, известного своей скромностью. Ведь большую часть своих перемещений глава Пятой Республики совершал на почти стандартном хэтчбеке Рено Вильсатис, что сильно радует французских налогоплательщиков. Тем любопытнее, что служба протокола вдруг заказала для своего шефа особенную версию паркетника DS7. Донором выступил полноприводный гибридный вариант, где турбо-четвёрка 1.6 и отдельный электромотор суммарно выдают 300 сил. Ради пущего комфорта машину удлинили на 20 сантиметров, а ради безопасности обвесили бронёй. Класс бронирования остался секретом, но можно предположить, что уровень защиты весьма скромен. Уж слишком тонкие здесь боковые стёкла. Вместо трёхместного заднего дивана президентскому изданию положены раздельные кресла. Разумеется, с электроприводом, подогревом и вентиляцией. Между ними смонтирован широкий подлокотник, где есть держатель для документов и зарядка для гаджетов. В плане декора всё очень скромно. Для окраски кузова традиционно выбран чернильный синий. Плюс по кузову и в салоне разбросаны шильдики с французским триколором и надписями «Французская республика». Кстати, интересный нюанс. В гамме премиальной марки DS старшей моделью считается седан DS9. Вот только девятку делает китайский завод концерна Stellantis. А потому именно DS7 посчитали более подходящим французскому президенту транспортом. Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель предпочитала передвигаться на длиннобазных Audi A8. А вот новый председатель немецкого правительства отказался донашивать ингольштадтские лимузины своей предшественнице, заказав новенькие Мерседесы. Так будущим транспортом Олафа Шольца станет новейший Mercedes-Benz S680 Guard. Немецкие СМИ уточняют, что каждая машина будет стоить бюджету минимум полмиллиона евро. Притом пока непонятно, сколько штук заказано службой безопасности, две или три. Сам броневик построен на основе длиннобазной эски. Его броня убережет пассажиров от очереди из автомата и остановит бронебуйную пулю, выпущенную из снайперской винтовки Драгунова. Под капотом прописался заслуженный 12-цилиндровый двигатель М279. Кстати, производство одного такого автомобиля занимает 51 рабочий день. Плюс очередь, которую приходится занимать всем заказчикам, независимо от состояния и статуса. Интересно, получится ли новому немецкому канцлеру заиметь Мерседес вне листа ожидания.